Сила Сибири набирает обороты. Сила Сибири набирает обороты. Слава ППСС! И сегодня у нас, господи, Василиса. И сегодня у нас Василиса. Очень хорошо. Так, полетели. Йоханссон, третий выпуск. И сегодня у нас, скажем так, микс номер 1. Ну, в смысле, третий выпуск, но новое, так сказать, издание. Сразу скажу, что есть некоторые вкусы, которые Игорь и сам не пробовал. Очень хорошо. Стоп, стоп, стоп. Сейчас получается мы некие подопытные мышки белые, да? Да, да, среди прочих. Ну, вполне возможно, что на текущий момент он их уже попробовал. Просто на момент получения было так, что некоторые он не пробовал. И смысл в том, что вот именно сейчас у нас один вкус такой будет. Это караван. Он будет вторым. А сейчас у нас волшебный вкус под названием Swamp Breath. Как вы понимаете, это означает дыхание болота. Ты знаешь, дыхание болота. Я должен отметить, что мы сейчас поймались ровно на той же фишке, которая уже у нас как-то случайно проскочила в других роликах. Я себя сейчас ощущаю вот этим молодым неродившимся дракончиком. Ну, есть же. А сейчас есть. А вот до этого не было. Вода попала при промывке вот тогда. Ну да, было такое. Итак, это относится к сильным табачным смесям. Американская смесь латакия, вирджиния, кавендиш в равных пропорциях. У нас всегда сначала латакия, потом, грубо говоря, вирджиния, потом легкий ароматик, потом сильный ароматик. Почему назвался именно Swamp Breath? Потому что, когда купил табак, Игорь этот открыл банку и вот сырой вот этот табак на него именно этим и пошел. Ты не поверишь, вот я на самом деле на вкус готов подтвердить, это вот реально запах сырого болота. Болото практически вечной вони. Вот это, как в лабиринте. Я обожаю лабиринт, я обожаю Боуи. Мишка Елизаров великолепно поет в одной из своих песен, чтобы на тему того, что живой Киркоров или мертвый Боуи. Боуи, кого ты выберешь, кого ты выебешь. Правильный ответ мертвого Боуи. Естественно, естественно. Поэтому, да, болота вечной вони это для меня всегда такой вот прям фетиш. Не, на самом деле микс, он по-своему крутой, но его, боюсь, оценят только тонкие ценители Латакии. Потому что она здесь на первом месте, она является превалирующей основной частью составной вкуса. Но при этом сухое вирджиниевское послевкусие в полный рост. А Ковендиш? Я что-то его, честно говоря, толком не ощутил. Вот Латакию и Вирджинию чувствую великолепно. Ковендиш, ну я не знаю, может быть ты у нас оценишь. Вась? Вась? Пепельница? Нет, ну это понятно, что пепельница, потому что это Латакия, это абсолютно нормальное явление. Ну это не лизнул вокзал, это уже прогресс. Так, уже хорошо. Уже хорошо. Ну то есть ты чувствуешь вот эту вот характерную сухость на послевкусие? Нет. Я курила очень много лет. Я понимаю. Все мы курили очень много лет. Кто-то больше, кто-то меньше. Бокзаллайт. Нет, нет. Я по-другому скажу. Так. А вы когда-нибудь слушали волшебную такую трэш-пэган-метал-группу, финскую? Да ладно, они до сих пор новые альбомы выпускают. Они, по-моему, даже в Иркутск с концертами приезжали как-то, если мне память не изменяет. Нет, в Калмах не приезжали. Если бы они приезжали, я бы точно на него сходил. Все, извини, я с кем-то, может быть их путаю. В общем, Калмах это такие волшебные ребята, повернутые на темах финских болот. И вот этой вот всей болотной, знаете, живности такой мифической. Болотной эстетики, я посмотрел. Да, 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 да. И вот у них там какие вот... Это вот как раз Свамп Лорд, знаете, вот это вот все такое. Ну, как это вот, знаете, вот у этих металюк там пафосно все это подается. Ну, у них звук приятный. И что мне нравится, они там очень хорошо... Гроулинг, пигвойс и скриминг между собой размешивают. Я извиняюсь, ты это все к чему? К тому, что вот в этом вот вкусе... Я не знал группу. Нет, Калмах. К тому, что вот в этом вкусе очень хорошо сочетаются именно резкость латакии, вот эта сухая сладость Вирджинии. И, на самом деле, Кавендиш здесь есть. Кавендиш, он на послевкусии дает очень классную подложку сладенькую. Ах, вот он где! Да, то есть, вот эта вот сладость, которая не сухая, которая вот в конце остается, это именно Кавендиш. Но суховатость, это определённая Вирджиния? Нет, суховатость, да, да. Это хорошая такая, знаете, табачка. Вот когда её делаешь первые пять затяжек даже, есть ощущение, что тут только Вирджиния и латакия, и ничего больше. Но потом вот Кавендиш вас догоняет, он даёт вот эту вот объёмность, вот этот вот вкус богатый, знаете, такой сладкий. Поверьте, это очень... Ты знаешь... Из нас троих только ты, сказать. Да, к сожалению. Да, это очень хорошая смесь, и она такая вот... Она, правда, болотная, он отдаёт слегка торфам. Болотная, я даже не знаю, как это воспринимать. Молодой человек, а что мне посоветовать? Ну, она, правда, болотная. Ну, это торф, это вот... Ты когда-нибудь пило? Пила? Ну, я... Мы ещё не определились, да, как обращаться с Василисом. С нашим Василиском. Да. Так вот, пила ли ты когда-нибудь вискарь, выдержанный на... Трофяной, естественно. Ну, вот. Я ненавижу торфяной вискарь. А я обожаю. Да я не сомневалась, ты же из врачей. Ну, Джемисон, в общем-то, он... Джемисон не трофяной. Джемисон не трофяной. Нет, я... Уточняю просто. У него есть трофяные какие-то моменты во вкусе, нет? Нет. Нет. Простите. Я сливился, ладно? Это Чивос трофяной. Любимый твой. Ну, Чивос я просто нежно обожаю. Особенно восемнадцатилетний. Я Джемисон всегда предпочитал, он не трофяной. Чивос прекрасен. Ладно. Караван. То самое, чего ещё на тот момент, когда нам это всё прислали, не пробовал сам автор. Это очень опасно. Это простая табачная смесь. Микс Вирджини, Ориенталов и Бёрли. То есть, собственно, ничего особенного, я так понимаю, ждать от этого вкуса не стоит. Опять-таки, если исходить из того, что это... А вот на запах-то он какой, а? На запах я, к сожалению, не могу его оценить. Но я тебе хочу доложить, что на вкус он прямо... Это... Интересный. А на запах, это прямо, знаешь... Это прямо... Ориентальный табак. Такой... Пряненький. Прям такой, знаете... Слоги, не пахнет. Как сказать... Когда ты думал. Как будто... Вы где-нибудь в Марокко знаете. Слоги, не пахнет. Вот как она это делает, а? Слезли. А я так не могу сделать. Не, ну если я еще килограммчиков 10 наберу, то я смогу. Я с тобой жить перестану. Откуда ты денешься? Не, слушай, смесь на самом деле очень крутая, мне понравилось. Это... Как бы это, блин, помягче, это поинтеллигентнее объяснить. Вот в данном случае, вот как оно перечисляется, да, вот оно вот так и есть. Вирджиния здесь является основным компонентом. Вкус сухой до безумия. У тебя классический вот этот вот постсигаретный эффект, когда ты затягиваешься хорошенько высушенным вот этим табаком, да и у тебя пасть сушит натурально. Вот здесь это в полный рост, но при этом у тебя здесь есть какие-то вот эффекты от специй, у тебя есть сладость. Блин, это очень крутая вещь. Да, вкусненько. Мне вот это прямо нравится. Ну, то есть, ты понимаешь, что... Ну, да, вот, ребята, поймите, я небольшой любитель латаки, вот хоть убейте меня. Но вот такие вот интересные табачные миксы, они меня всегда привлекали. И вот это, я бы его не взял на постоянку, честно признаюсь, но вот на моменты типа вечером, перед камином, под стаканчик, я не знаю, самогона или коньяка, да, вообще вопросов никаких. Чувак. Ты это, на самогон или на коньяк? Пальчик, это пырин за мной. Я только так даже пиво пью, что ты? Каминчик, молотан. Конечно. Сейчас я попробую и выскажу свое веское экспертное мнение. Это похоже на что-то, когда я на табачки меня пересаживал, что-то ты мне подобное давал. Вполне возможно. Я вообще не вспомню, это было давно. Вполне возможно. Я правда не помню, какие это могли даже быть табачки в те времена, два с лишним года назад. Уличи тоже присылали, у кого манго, нулевка была, табачки были, ред, ванилька, еще чего-то. Ой, бог ты мой. Это наш воронежский комарат, по-моему, Лешик. У него табачная серия в стеклянных пузырях была, помнишь? Да, у меня, кстати, еще парочка. У меня тоже где-то еще болтается до сих пор один. У него какие-то подобные вещи были на самом деле. То есть, если кто-то помнит наши сильно-сильно старые обзоры на Апои Кнета, то вот этот вкус, он с чем-то даже, наверное, перекликается со всей этой старой историей. Вы знаете, я могу сказать, что, во-первых, я понимаю, почему Игорь называл этот вкус караван. Потому что это вкус, это вкус арабский. Он даже не турецкий, это именно вот просто… Арабская ночь! Да. Это аравийский полуостров, это, не знаю, вы сидите, закутавшись в халат у костра… Не губки, правда, жжут маленькие. Да, и курите вот такой табак. Это просто бомба! Он… Я даже не… Вот мне… Вот вроде бы словарный запас большой, а очень сложно передать вот это вот все, да? Это один из редких вкусов, которые я называю перечными. Потому что он пряный на грани вот эффекта перца черного. Ну, тут я тебе ничего не могу сказать, потому что, ну, ты знаешь мою тонкую любовь вот за кадром, да, к острым вещам. Ну да. И я тут, возможно, просто ничего могу не почувствовать совсем. Нет, здесь острота, она не как у чили, например, да? Я понимаю, но мне вот черного перца можно засыпать им все и… Нет, вообще не пробьем. Нет, вот… Прямо со двадцатого вообще. А я, например, очень люблю именно вкус черного перца, поэтому очень много его… И, кстати, паста карбонара называется карбонара, потому что карбон – это уголь. И в пасту карбонара засыпают черным перцем просто наглухо. Вот именно поэтому мы все еще познавательный канал, а не только развлекательный. Да. Ну… Это просто очень-очень хорошее. Я не скажу, что легкое – это такой средней тяжести табак. Ну да, кстати, для каждодневки, я все-таки настаиваю, это не пойдет ни в коем случае. Это… Почему? Это можно курить каждый день, парить, да? Если, знаете, у вас работа связана… Если у вас, во-первых, работа, она такая… Как сказать… Херовая. Размеренная. То есть, вы сидите в кабинете, знаете, у вас там трубочка такая есть. На нее накручен бачок вот с этой вот жижкой. И между совещаниями вы можете позволить себе сделать 10-15 затяжек. Вот такой вариант. Ну, потому что, если будете парить латакию, то у вас вокзалом будет пахнуть в кабинете для совещаний. С другой стороны, если ты работаешь на РЖД, это даже неплохо и аутентично. Ну, для латакии – да. Вот. Ну, я считаю, что это очень хороший вкус. И вот всем, кто латакии не любит, я думаю, что караван зайдет. Потому что он… Это не просто Вирджиния, да, всем привычная. Сладкая, кислая, сухая, какая она там бывает. А здесь она очень хорошо сдобрена вот этой вот печностью ориенталов. Я попрощусь, здесь Вирджиния просто с очень хорошей выдумкой на самом деле. Вот караван, ребята, это из новинок прямо попробовать надо. Стоит. Да, и Берлей, он здесь добавляет такой, ну, не знаю, что ли, изюминки, нотки. Как-то так. Что у нас там, Шарада? Шарада. И я тебе скажу, это тоже очень интересная вещь. И я вижу, к чему она относится, и я уже не согласен. Так вот, Шарада – это легкий ароматик. Когда-то Альберт Эйнштейн, знаете такого, очень любил курить один сорт табака. Время бежит, табак канул в небытие, да и Эйнштейнов нынче нет. Ну, на самом деле есть, но не такие, как раньше. Но недавно блендеры смогли воссоздать любимый табак ученого, из которого и приготовлена данная микстура. Это американская смесь Берлея, Вирджинии, Латаки и Перика. Первое, что хочу сказать по всем компонентам. Латакии тут совсем чуть. Возможно. Она просто вот придает такую легкую мерзотность сигаретного класса. Пепла. Пепла. То есть это вот как-то, я не знаю, там берешь… Копченость. Да, 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 да. Вот когда ты берешь хорошие, дорогие, желательно импортные сигареты, допустим армянские, например. Вот затягиваешься ими… Болгарские. Или болгарские, что еще лучше. Вот это у тебя первая сигарета за день, при этом в идеале она у тебя с похмелья. И вот именно вот этот вкус Латаки, он тебя догонит. Первым делом. В остальном это очень такая хорошая, аутентичная смесь. Это табачка, близкая именно к сигаретному типу. Но, опять же, вот с каждодневкой я бы тут, наверное, не стал утверждать и с легкостью этой смеси как таковой. Она для меня тяжеловата. А что у нас Вася скажет? Нет, у меня Латаки это вообще… Ну, я понимаю, что у тебя к Латакии какое-то легкое отвращение выработалось уже таким… Это же к Анису. Увы. Хотя, кстати, мы как-то пробовали на самом деле табачную смесь с Анисом, и это, блин, было чертовски вкусно. Я вам не верю. Она там Латакия с Анисом перемешанная. Нет, там Латакии не было, кстати. Там была какая-то классическая Вирджиния, по-моему, с Анисом, и это было, блин, реально неплохо. Хотите меня убить Латакию с Анисом? Да ладно. Коллега, что вы скажете? Конечно, он сейчас скажет, что это вкусно. Ну, естественно. Он у нас тонкий ценитель Латакии. Как может быть иначе? Латакия-дрочень. Так, на минуточку. Латакия-сластец. Хорошо, хорошо. Это было прямо удачное, да? Латакия-сластец. Пять шекелей к Гриффиндору. Ну что, Латакия-сластец? Я вижу, ты прям присосался вообще к дудке. Ну, во-первых, Латакия здесь едва-едва на вдохе и совсем чуть-чуть на послевкусе. Ну, да. Здесь первую скрипку всё-таки играет Перик, на мой взгляд. Он даёт вот эту вот, знаете, объёмную кирпичную горечь. Причём кирпич лизал. Запиши, ты не любишь ещё не только Латакию, но и Перик. Вот, по поводу кирпичности я объясню почему. Я не люблю не только вокзал лизать, но и кирпичи. Прям не моё. Просто Перик – это тоже, да, своеобразный очень табак, и его частенько сушат именно на горячем кирпиче. Ах, вот оно что. Да. Он, видимо, оттуда и втягивает маленечко аромата, да, характерного. Вот, есть просто термин «кирпичный табак». Он кирпичный не потому, что его кирпичами прессуют, а потому, что он сушится на горячем кирпиче. Ничего, возьми, я теперь это понял. Когда ты куришь, ты получаешь кирпич. Нет, на самом деле смесь сама по себе весьма интересная. Смесь классная, да, здесь очень хорошо ощущаются и Берли, и Вирджиния. Но вот всё-таки главные скрипки, на мой взгляд, это Перик, однозначно. То есть, это вот очень сухой вкус, который очень гармонично дополняет латакия. И у Перика, у него есть фирменная такая, знаете, горчинка. И вот эта вот горчинка, она здесь присутствует. Игорь, я не знаю, вот честно, как ты там, при помощи горячей мацерации, холодной экстракции, какие там методы используешь, да, для изготовления вот этой вот органической жидкости. Но каким-то образом тебе удается передать те нотки, которые вот, когда открываешь кисет с табаком, да, и делаешь первый вдох, вот эти нотки передаются, это очень здорово. Ну что, финализируем? Нет? Нет. Я могу понять, почему Эйнштейн любил эту жидкость. Ну, точнее, почему он любил вот эту вот жидкость. Потому что он изобрёл вейп. И наш возможный потенциальный ролик про историю вейпа, он должен быть пиндец, какой долгий. Понимаешь? Давайте это вырежем. Зачем? Эйнштейн изобрёл вейп. Это отличная шутка. Ладно. Так вот, Эйнштейн, я думаю, любил эту табачную смесь, потому что она действительно была шарадой. Очень сложно отличить в этой смеси, скажем так, Бёрли от Перика и Перик от Латаки. Вот так. А Вирджиния на этом всём просто... Она их замыкает всех вместе. Как-то так. Ну, очень хороший вкус. Не-не-не. Это другой. А, давай. Начинается. Продолжай, продолжай. Снежный гусь. Сноу гусь. Сноу гусь. Практически как Грей гусь, та самая беспонтовая водка, которую все так любят. Я сейчас о нём не подумал. Да. Которую все так любят, но я не понимаю почему, потому что она говно. А что такое Грей гусь? Это же культовая водка. Это культовая европо-американская водка, которую дико распиарена. Мне кажется, это Грей гусь. Да. I don't know. Дорого, богато. Ну ладно, допустим. Я тебе так скажу. Финка и Абсолют по сравнению с Грей гусом считается вообще полным фуфлом. Хотя я пил всё это и могу сказать, что Грей гус – это просто водка. Вот понимаете? Просто водка. Вот белуга – хорошая водка. Это спирт, разбавленный водой. Нет. Купленный у бабки. Нет. Вот спирт разбавленный. Вот не надо. Святой водой. Купленной у бабки. Кадилом обмаханной, что ли? Да, конечно. Вот шило – это всего лишь, между прочим… Наш канал не только развлекательный, но и познавательный. Да. Шило, между прочим, это всего лишь 60% раствор воды. Вот. А вот Грей гус – это просто водка. Говно. Ну да, и говно. Так вот, это ароматизированная смесь в основе ковендиш, ароматизация комплексная. Добавить больше нечего. Я не пробовал, поэтому пока от комментариев воздержусь. А оттуда добавлять нечего. Мне зашло. Я с удовольствием попробовал. Это прямо очень бомбическая вещь. Я начинаю понимать, на самом деле, вот со всеми вот этими нашими табачными экспериментами, да, которые у нас в последнее время выдались, что я больше фанатею все-таки по Вирджинии и по ковендишу как таковому. Ну… И вот тут я не могу толком уловить ароматизацию. С одной стороны, мне чудится шоколад и печенька. Чуть-чуть совсем. Но не такая пушлая, как это было в классическом руяне, который вот у нас одно время был популярен, года там 4-5, наверное, назад. Там-то орешки были. А? Там-то орешки были. Ну, была еще печенистая руянка. А, ну да, и печеньки. Вот. А вот это вот, это хорошо ароматизированный сладостями табак. Он не сильно сухой, не такой сухой, как Вирджиния. Вот. И, в принципе, мне даже больше добавить ничего. Это офигенно. Я бы его как десертный расценивал. То есть, это вот из ряда там… Не, ну, серьезно. Прикинь, под чашечку горького кофе вот такую вот табачку захерачивать, а? Ну, это же вкусно, черт подери. Именно под хорошую американо, большую чашечку, нет? Для контраста, чтобы вот на языке-то это все. Вот. Нет? Давайте я скажу. Нового. Сделайте мне жижу кент-восьмеркой, и я буду ее с американой хреначить. Это… Такая, знаете… Я бы сказал, что это парфюмерный трюфель. Вот так. Господи Иисусе. Шоколадный. Ну, с трюфелью, по-моему, сильно глубоко. Нет, нет. Хотя, это к моим ощущениям, печенька с шоколадом где-то близко находится. Да, это вот именно трюфельная шоколадность такая вязкая. И здесь парфюмерность, она, знаете, такая… она не фруктовая. Она вот именно, как сказать-то, она алкашная. Ну, не знаю, она наоборот какая-то сладкая типа. Вроде ванилька, но не ванилька. Точно такой же, только меньше, но другой. Вот, да. Это ты хорошо подметила. Это шоколадный трюфель, хорошо сдобренный, знаете, вот… Как он называется-то, блин? Кто окхар делает? Вот этот вот дурацкий ромовый напиток-то. Крутинцы. Ладно, хоть не филиппинцы, черт побери, не тайцы. Блин. Вот… Бакарди Окхард, вот. Ой, фу. Да. Это дуб, ваниль и табак. Вот так. И шоколад. В целом, дивная вещь. В общем, подведем вот это. На мой взгляд, здесь слишком мало латаки. То есть, ее нет совсем… Вот именно, что ее тут нет. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, до свидания. Слушай, ну нет тут латаки, ну извини, не все табачные миксы должны обладать ароматом латаки. Не все должны любить латаки. Почему все? Ну а, начинается. Игорь, не слушай его, пожалуйста. Нет. И да-да. Делай разное. Это у тебя очень здорово. Я люблю табачки, но я не люблю латаки. Серьезно. По… На мой взгляд, вот это вот как-то плосковато звучит. Да, ну где-то нафиг плосковато. По сравнению, например, с тем же Слом Бреф или с тем же Караваном, да? С тем же Шаратом. Ну, Шарат неплох, но мне все-таки Караван и Слом Бреф понравились больше. Ну вот, вот у нас мнение это самое маленечко разделяется. В общем, где латаки, там нет. А вот так я, кстати, напомню, была в Шарате. И в Слом Бреф. В Слом Бреф в Караване ее не было. Я знаю, но мне Караван очень понравился. Ладно, хорошо. Так, ребята. У нас предварительные итоги какие? Караван понравился прямо всем. То есть, несмотря на то, что это вот новинка и простые табачные смеси, это оказалось бомбическая универсальная вещь. Нет. Караван просто классный. Это, знаете, я сейчас еще... Вот, кстати, я добавлю. Так. Ты попробуй его сейчас. На контрасте? Да. У него очень-очень классный соломенный привкус появляется. Точно, солома. Ну, солома, солома. Знаешь, сколько гонялись в свое время, когда табачные ароматы только-только начали делать? О, видали, да? Видали? Вот что значит люди латакию-то не любят. Да, типичный соломенный вот этот привкус. Солома готова. Нет, класс. Нет, не сено, а вот именно соломы. Такой вот прям классный, приятный. Не вот этот, знаете, который раздражает там, а хороший. Ладно. Тут мы заболтались. Короче, так, 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 смотрите. Караван зашел в семь, Снежный Гусь зашел двум из трех. Вот. И одному зашел вот у нас слом бреф прямо пиндец. Да, слом бреф и да, мне шарада тоже зашла. Что и требовалось доказать. Хорошо, что у нас тут есть такое множество мнений, черт подери, да? В общем. Они меня, между прочим, забивают своими вот этими вот демократическими голосованиями. Пока вы не видите, мы его бьем. Конечно, конечно. У нас демократия в истинном ее классической прогрессирующей форме. Ничего, ничего. Скоро будет это чистый латайки, знаете, четыре вкуса, так что. Понятно, там ты будешь царствовать и возглавлять, предводительствовать, так сказать. Да. В общем, Игорь, спасибо тебе огромное. На самом деле все четыре вкуса, они были по-своему крутые и мы искренне рады, что нам как-то удалось среди них найти какие-то вещи чисто для себя. Это действительно здорово. Не, правда классно. То есть вот, например, тот же караван, он вкатил вообще всем троим. Что странно. На удивление, да. Ну, понятно, что мы с тобой латайки маньяки, мы с тобой друг друг понимаем и нам с тобой это канает. А вот с ароматиками, ну вот, честно говоря, сноугус, ну, мне он скорее не понравился. Вот так. Мне больше достается. Вот и замечательно. Вам спасибо, что вы нас так долго вытерпели и посмотрели. Сегодня как-то все растянулось, но было весело, согласны же? Да. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok